Привет всем счастливым обладателям измельчителя веток Yeezy Crush MH2800. Смотрите, какая ситуация. Взял аппарат, как полагается у другого человека, в коротковременное пользование. Смотрите, что произошло. Когда крушил ветки, все было замечательно. Выключил, пошел вытряхать корыто. И вот те здрасти прислали Настю. Он больше не включился, не откликается ни на кнопки, ни на какие движения вообще не реагирует. Такое ощущение, что просто помер. Двигатель крутится легко, звуков никаких не издает. Начал разбираться. Думаю, давай-ка я почищу. Сначала начну с ножей. Снял диск, начал откручивать. Все винты закоксовались, заросли опилками. Не откручиваются. Ладно, это пол беды. Смотрите дальше. Музыка, включись. Вот так вот выглядит кнопка включения-выключения и защиты с обратной стороны. Это корпус этого аппарата. Вот так называется это. Блинодятина. Алко 2800. Так, если вы не соображаете в электрике, в механике, смотрите, прежде чем разобрать всю эту систему, отключить все провода, берете телефон, включаете фотоаппарат и фотографируете. Если нет телефона, записывайте на бумажку, чтобы у вас было все понятно, все расписано. То есть, видите, у меня нет вилочки, я просто скотчем. Как смотрите внимательно, аппарат имеет два концевика, вот таких вот красных, которые спрятаны. Один стоит под низом, другой наверху. Это конденсатор. Как многие люди пишут, что, если что, прозванивайте конденсатор, его надо менять. Конденсатор, как правило, стоит полторы тысячи рублей. Если кто-то будет менять, они берут еще плюсом. То есть, вы два-два с половиной рубаса тока отдадите за замену конденсатора. На самом деле, проблема не решится. Когда разбираете, снимайте массу, потом вынимайте двигатель. Короче, смотрите дальше. Панелька разбирается, вот, четыре болтика накрутили, сняли панель. Под ней стоит вот этот основной выключатель, который отключает двигатель. Я вам это сейчас покажу. Вот он, видите. Кому интересно, как это называется, остановите на паузу, приблизьте и кайфуйте. Все мастера по ремонту данной техники, ну или подобной техники, они, никто не говорит, что проблема может быть вот в этом концевике. Смотрите, вот под низом, вот корпус имеет отливку красный. Сейчас покажу пальцем. Смотрите. Держать неудобно. Вот он. Вот это корпус. Там стоит концевик, вот отверстие. Точно такой же. Провода подходят под низом. То есть, вся вот эта конструкция спрятана. Два концевика. Смотрите. Вот эта крутилка барашек. Если вы его не закручите, вот смотрите, что происходит. Видите, я выкручиваю, двигатель выключается. То есть, если будет выкручено, у вас двигатель не включится. Так же и снизу. Если корыто будет вытащено, и красная ручка там не будет поднята, у вас двигатель не заработает. Два концевика делают свое дело. Вот он, смотрите. Отрабатывает прям четко. Приоткрутил наполовину, она вышибает. Все, двигатель выключен. Так, если вы спросите, для чего это все сделано, я вам скажу, что смотрите, вот здесь стоит нож. Сейчас у меня в данный момент нож снятый. Я его буду затачивать. Завтра сделаю новое видео. Нож, если вдруг у вас концевика здесь не будет. Вот так вот нож ставится. Короче, если у вас концевик будет включенный, у вас этот нож начнет крутиться. Не дай бог, если вы там засунули свои пальцы. В лучшем случае отлетит одна фаланга, а в худшем случае по колено отрубит. Так что, если вы не знаете, как пользоваться агрегатом, сначала почитайте инструкцию, как им пользоваться. И вот этому агрегату уже года 4, его никто никогда не обслуживал. Вот видите, вот эта вот кнопочка, это стопор. То есть, ручку подняли, концевик сработал, двигатель запустился, ручку опустили, двигатель выключился. Также вот тут вот. Выкрутили, он заглох. Закрутили, он включился. Так, а теперь самое главное, смотрите и не пропустите. Что же я такое делаю? Вот смотрите, сколько говнища высыпается из этого вот концевика. Он полной стружки. Вся проблема, которая случилась с этим агрегатом, заключалась только в грязи. Аппарат нужно обслуживать. То есть, хотя бы раз в год, если ты хорошо промял ветки, прорубил какую-то там свою лесополосу, ты его должен взять и почистить, хотя бы пропылесосить. А все, что вам там мастера, которые по ремонту там поют, вам надо заменить двигатель, заменить конденсатор. Это все хрень полная. Это высасывание денег. Всего лишь надо его было почистить. И все. То есть, если вы уверены, что у вас сгорел двигатель, или вы не знаете, что сделать, возьмите, поймите этот двигатель, поймите все свои агрегаты, которые стоят внутри, лаком для ногтей, чем угодно. Снимите это на видео и отдайте в ремонт. И пусть они вам вернут все старые запчасти, чтобы вы были уверены, что действительно у вас они поменяли на новые. То есть, вот такая вот проблема. Это только грязь. Абарат собирается, разбирается. Все работает. Кому понравилось, подписываемся, ставим лайки, кидаем донаты. Освободное. Спасибо.